Всем привет! Это Олег, город-герой Севастополь. Многие мне пишут, звонят, Олег, мы вот отдыхали в Учкуевке, мы отдыхали, видели пляж в Учкуевке, где были Орловске, как проехать, что там есть. На Любимовском пляже, что есть. И многие спрашивают, а где лучше реально? Ну, раз на машине, ребята, вообще на самом деле, проедите, посмотрите, где лучше. А так, кто, допустим, прилетел на самолете и будет добираться до места на автобусе, то надо, конечно, выбрать, где отдыхать. Где инфраструктура лучше, где ближе до центра, где пляж круче, где море лучше. На самом деле, море одинаковое везде. Учкуевский пляж, правда, если взять, он достаточно грязноват, потому что это городской пляж, очень много народа в выходные. Очень пакеты, там плавают ватки. Вот не люблю я Учкуевский. Это мое мнение, мое мнение. Вот, и сегодня мы будем сравнивать Орловские и Любимовские пляжи в городе Герой Севастополя. Оба находятся в Нахимовском районе, на расстоянии друг от друга, в 15 километрах, в одном направлении от Севастополя, туда на север, в сторону Украины. Пляжи оба песчаные. Их три хороших песчаных. Это Учкуевский, это Орловский, Любимовский. Есть еще пляж Омега, но он очень мелкий, очень грязный. То есть мы с вами прогуляемся по Любимовскому, посмотрим плюсы, минусы, потом перейдем на Орловский. Поехали, ребята. Огромный плюс Любимовского пляжа, но если это вам важно на самом деле, это его ширина. Смотрите, футбольное поле, достаточно большое волейбольное поле. В длину он примерно как Орловский пляж. Ширина он побольше. Точно так же песчаные, немного галечки. Но очень грязная вода. Я вам показывал разлив. Давайте сейчас отступление сделаю, просто понимаете, что попадает в воду сейчас. И сейчас происходит то же самое. Вода очень грязная идет, вздор. Так, инфраструктура. Ну, урны есть, биотуалеты вижу. Не знаю, платные и бесплатные. Должны быть бесплатные. Очередь в раздевалку, потому что раздевалка, по-моему, их раз, два, две штуки. Вижу только две. А вон еще две, еще две. То есть на раздевалке есть. Душевых нет. Ноги сполоснуть негде. Ну, собственно говоря, кафешки только там, я знаю, есть. В районе остановки пару кафешек. Ну, собственно говоря, и все. Из развлечений у вас море. Песок. Где-то тут чебурек скушать. Пиво купить. Вон там, в районе надувных, что-то горячая кукуруза есть. Надувные фигурки. Ну, я, конечно, с Орловского пляжа. Но вот то, что, мне кажется, инфраструктура там в разы лучше, это да, мы сейчас с вами переберемся. Какой плюс есть у Любимовского пляжа? У Любимовки? Ближе к центру. Если ехать на автобусе, то это до Захарова, до площади, там на катере в центр ехать 10 минут. Из Орловки ехать 25 минут. Если ехать на автобусе, цена с Любимовки до Захарова 20 рублей. А если ехать с Орловки, 40 рублей. От меня 35 рублей от школы. Вот. Так, ну что хорошего. Очень много песка. Очень много песка. Ну, как проходят дожди, ребята, вы выхватываете вон ту грязную воду. Давайте переберемся туда. Вода, конечно, очень грязная. Река Бильбек с гордостью пор несет воду. Достаточно грязная. И все это вот здесь вот на пляже остается. Ну, наверное, люди понимают, что где-то туалеты размыло. Запросто. Какие-нибудь выгребные ямы. Так. Удовольствие сомнительное. Ну, это было просто временно. На самом деле здесь такого не бывает. То есть не переживайте. Это вот. Просто потопы прошли. Если бы река Качи не было перекрыта, ее бы тоже открыли, вы тоже бы. Вода темная пошла бы на Орловский пляж. Никуда ты этого не денешься на самом деле. Ну, то есть плюсы. Ближе к Захарова переправе. Настя, вот подтверди, какие плюсы мы с тобой видим. Вот ты вот тоже, по-моему, человек пляжный, местный. Вот, согласись, песка огромное количество. Да? Вот это плюс офигенный. Вот большущий. Он, по-моему, короче, чем Орловский. Гораздо короче. Сейчас я смотрю. Орловский пляж длиннее и уже. Вот. Вы дальше там где-то изучили это не начало? Я знаю, я знаю. Я знаю. Но все равно. Так, смотря... Мне кажется, он был этот... Короче. Плюс, что ближе добираться на самом деле. Вот. Ближе добираться до центра. Широкий. Ну, собственно говоря, по инфраструктуре мы с тобой не видели ни душевой, ни ноги ополоснут, ничего. Раздевалку поставили, да. Есть урны кое-каке. Контейнеров нет. Туалеты, биотуалеты поставили. В отличие от нас, что у нас стационарные. У нас вода питьевая бесплатная на Орловке. Правда, опять начиная у нас. Давайте мы там все на месте будем смотреть. Здесь я не увидел ни фонтанчиков, ни питьевой воды откуда-либо. От кулеров типа таких. Ну, пока что средства, конечно, не мешают. Да, да. Ну, Настя, я... У нас там все синий. У нас синий. Ну, согласитесь, что эта ситуация временная. Если бы из-за реконструкции набережной воевого реку Качу наверняка бы не перекрывали. И то же самое сейчас тепло бы на самом деле в Орловский пляж. То есть это временное. Такое у нас бывает обычно весной, когда начинаются паводки. Летом вообще фиг знает все это. Блин, вот меня старожилы по 30-40 лет здесь. А в 81 году было, да. Вот в 81 году был поток. Приличный. И то, наверное, у Паводковой был вроде как податец, судя. В общем, такого мы не видали. Ну, вот так, конечно, вода, наверное, уже теплющая. Жарко, душно. Ну, конечно, и развлечений, Настен, согласись, никаких. Ну, вот надувная эта фигня, ну, собственно говоря, и все. А где музыка, кафешки? Где сесть, что-нибудь скушать? Где чебурек купить? Туда к дороге идти? Я хочу здесь купить, на самом деле. Ну, вот как-то один вот металлический павильончик против того, что у нас там ресторан. Ну да, есть какой-то. Платный, не платный, но что-то там вдалеке есть. Ну, и раньше на Орловском пляже был душ. Один на всех. А так, чтобы душевые кабины прямо, для сполоски, допустим, душ. Имеется в виду сполоснуться от песка попыриков. Так, ну вот, Любимовский пляж. Пойдемте посмотрим теперь Орловский. Кстати, еще не отметили, вот в отличие от Орловского пляжа, здесь нет дорожек нормальных. Надо по песку ходить. У нас через весь пляж бетонная дорожка освещенная. Музычка играет. Вот. А здесь даже, смотрите, даже солярий. Это каркас, ребята. Это каркас. Там нет натянутых лент, как обычно. Люди вот что-то там натягивают по крывалам. Это просто каркас. Какого хрена? Что это? Мы все при этом каркас-то свежий вроде покрашены. Ничего нет. То есть, инфраструктура пока никакая по сравнению с Орловским пляжем. Вот. Давайте на Орловский все-таки переберемся. Мы еще с вами Учкуевский пляж. То, что недалеко от него, видимо. Кстати, подъезжаем к Орловскому пляжу. У нас вот, знаете, есть дорожка такая хорошая. Велосипедно-пешеходная. Плиточка выложена. Если вы пешком собираетесь прогуляться. Смотрите, фонари поставили. Фонари ставят. Освещенная дорожка. Дорожка теперь будет. Ночью часто здесь ходят люди с пляжа, кто подальше живет от моря. И теперь это все будет освещено. Ладно, заезжаем внутрь. Смотри, покажем. Мы на Орловском пляже номер один. Звездный берег. Орловский пляж 2, кстати, сильно в этом году подизменился. Покажем отдельное видео. Место припарковаться нашли сразу. Но тоже не скажу, что так прям все классно-классно. Но она, по крайней мере, большая. Где-то люди в траву даже стоят. Когда-то это просто было вот здесь. Достаточно здесь машины только стояли. 2014, 2014, 2015 год. Только здесь, представляете, вот. А сейчас это вон туда все. Понимаете, это еще июнь. У нас сезон начинается в июле. Здрасте. Сейчас пойду поздороваюсь. Выключу камеру. Так, вообще Орловский пляж, звездный берег. Это комплекс апартаментов. Здесь прямо вот можно на самом берегу себе арендовать что-то с хорошим видом на море. Парковка есть платная, чтоб вы понимали. Боитесь составлять? Вот загоняйте сюда. Под охрану. Ну, как бы видите, сразу видно, что инфраструктура там. Приехали, бросили машины, сразу на песке. Нет. Здесь немножечко по-другому все. Здесь совсем другой уровень. То есть, рекомендую Орловский не пропускать. То есть, сравните, что мы видели там, заехав на пляж. Что видим мы здесь. Концертная сцена, кстати. Вечером тут танцы. И живая музыка, и хиты-шлагеры. Это у нас клуб Тридевятки. Он с июля начнет работать. То есть, здесь такая музыка 80-х больше. Здесь современная у нас. И туда пошли там мини-зоопарк. Куча магазинов. Прямо вот, кстати, тоже искали там, где чебурек. Да что-нибудь купить. Вот куча магазинов. Даже там по нормальным городским ценам есть. То есть, где... А, вот ту сторону. У знакомого у меня кафе. Столовая там же, собственно говоря. Обычная столовая. То есть, вы разницу чувствуете? Детская зона. За детишками здесь приглядывают. Ребят, мы с вами не видели душевые там. Пожалуйста. Душевая для инвалидов даже. Душевые вот прямо здесь. Почувствуйте, как говорится, разницы. Ну уж про солнечный солярий вообще не говорю. Там понятно, что не просто каркас. Здесь охрана. Охрана в форме. Спасатели. Где вы там видели на Орловском, на любимском пляже место для курения. Сомневаюсь. Ладно, урны есть. Так, вот это вот все мы идем. Это все у нас кафехи, кафехи. Чтобы прямо на пляже покупать. Я не знаю, вода есть, нет ничего. В воскресенье много народу. Пожалуйста. Ну правда, стаканов нет, нет. Ребят. Ребят, ну как вам такие? Ах, елки-палки. Поставлю камеру. Пить хочу. Пожалуйста. Холодная к тому же. Представляете? Площадка волейбольная. Но ее, она маленькая, обрезали беседочкой. Сзади там подавать, или вал будет улетать, плоховато. Вот здесь плюс Любимовского пляжа. Что больше места? По поводу контейнеров. Я говорю, вот пожалуйста. И урны тебе, и контейнеры, лежаки, не знаю сколько стоят. То есть, если у вас крупный мусор, всегда можете выгрузиться в контейнер. Так, давайте выйдем на пляж. Да, он покороче. На 20, на 30. Он покороче. Ну просто эта часть, она занята инфраструктурой всевозможной. То есть, и это, поймите, вот он, он освещен. Вот здесь вот, кстати, у нас начинается еще один ресторан. И посмотрите, просто эта дорожка идет, идет, и идет, и идет, и идет. То есть, ночью можете пойти купаться, не боясь того, что все освещено, есть охрана. То есть, абсолютно без проблем, без всяких. То есть, еще кто-то вот мне говорит, что да, плюсы есть в Любимовском пляже. Да, есть, есть. Ребята, ну вы поймите просто уровень подхода к организации отдыха. Насколько он различается. Ну, наверное, Любимовский пляж можно сравнить с Орловским пляжем номер два, или так называемым Вязовой рощей, или Нахимовский пляж, Нахимовец пляж. Вот он дальше идет. Речка Кача разделяет, грубо говоря, пополам. А пляж мы туда с вами специально сгоняем. Кстати, вот кемпинг собирается здесь делать. Делать будет оборудованный с туалетами, с душем. Как откроются, сделают. Цены я вам скажу. То есть, здесь как-то все было... Кто как приезжал, кто как стоял. Сейчас, наверное, это будет... О, какая душа. Сейчас это будет более организовано. Давайте выйдем в море ближе. Давайте выйдем в море ближе. На той стороне пляжа вот так бездовато. Кто скажет, длиннее или короче. То есть, вы понимаете, что это вот вся вот длина. Это все... Ну, швы, туалеты, кафешки. То есть, все оборудовано. Та часть меньше, ту часть я вам покажу отдельно. Отдельно, потому что она каждый год меняется. Здесь единый хозяин уже много лет. А там арендаторы меняются каждый год. Ну, каждый год все равно улучшается. Все равно какой-то к общему знаменателю, к общему стилю приводит. То есть, ребят, ну, если уж говорить... Такой пляж... Ну, Любимовский тоже хорош. Но, вот, Любимовский, он ближе к центру. Он шире. Но у него, понимаете, пока просто-напросто нету необходимой инфраструктуры. Нету вот так, чтобы отдохнуть. Кушать после чебурея кафехи. Вечером, в день, оторваться, потанцевать. Постоянно здесь фестивали всяческие проводят. Вот, кстати, вот видите, навес. Это концертная площадка. Там всяческие фестивали проводят. Ну, что-то давненько группы не приезжали к нам крутые, но еще год 2015-16, дискотека 80-х была. Приезжала радио Шансон, фестиваль проводила. Так, но все равно какие-то мероприятия проводят. Каждый год, например, проводится у нас офицерский бал. Бал кадетов. Крутой. Вот, ребят. Там, кстати, тоже там ресторан «Солярис», по-моему. Там живая музыка. То есть здесь есть где отдохнуть, перекусить. И тут же прямо здесь вот эта куча апартаментов, гостиниц, мини-гостиниц. Если дальше вам надо дешевле, там весь частный сектор. В частном секторе становится. То есть, нет, однозначно Роский пляж больше залетает. Пучковский, еще раз говорю, не беру в просчет, потому что он, ну, городской. Здесь это все-таки больше, кто приехал. Ну и, в принципе, до центра на машине минут 15 на автобусе 25. Ладно, ребят, воскресенье. Дело ко второй половине дня. Время сколько? Четыре. Купаться. Все. Мы с Настей купаться. Ура, ура, ура. Всем пока. На выходе обнаружили объявление. Кто в наших краях 2 июля, приезжайте в 6 часов. Фестиваль красок. Что это из себя представляет? Как-то показывал. Это вытаскивается от мощной колонки. Работает диджей, там танцы классные, музыка классная. И краски друг друга посыпать. Все будете фиолетовыми. Ну и конкурсы будут по этому поводу проводиться. Ну посмотрите, фестиваль красок. Если что, кому? Куар-код. Вот, да, проводятся у нас всякие еще фестивали на берегу Варваровского пляжа. Не скучно? Ну теперь точно пока все.